Крошки собирать по столу Жалеешь, а он еще не понимает А что у них там на полу оказалось? Горем занесем Сейчас растопчут, потяну бог Понимаешь, кто еще у них тут берет? Днем, когда жарко, все кладет босиком на нас Слушайте внимательно Босиком, еще 2-5 кг Закаляйте Так, Володя, пройдет, наверное, в воскресенье Надо съездить там, проверить, как там клубника Где-то близко к тому, что вот-вот она будет поспевать Она будет поспевать сейчас Потому что через неделю мы пойдем тогда и по трубам лазить там, и по деревьям Если бульдозер придет, я сразу ухожу Поэтому на той стороне завтра не идти-то никуда в нем Утром забрали, навален лес Он имели, надо разрубить всю компанию взять И на огород завтра уйти Девушек на огород послать У нас все распределено Только ешь быстрее Быстрее ешь Ждать никто не будет Я дальше сказал Если Она что, с первым все еще сидит? Угу Мы нашли половину, третью часть Чтобы могло, у нее лишнее-то не надо, у нее лишний вес А это болезнь И болезнь нехорошая Не должны залетать Вот там они, они через дверь залетают Не, через дверь я знаю А через окна тут нет Муха не залетит, там может только ножки залетят Вот опройте печь Больше гораздо не готовы Только подогреваем Сколько на печке горит? За 2 недели 800 рублей, еще себе Так это еще не все У нас еще кое-что тут есть Еще там горит Да у меня Так что тут Дайте секундочку за свет вам отдадим Все Глаза Одного никто не угадал Ах 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 Я так же говорил Смотрите Регистарту Тعали Дорожки Ах 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 И Тогда не попадают еще лишнего Господи, слава тебе Боже всего будущих Хвала тебе Прими наше благодарение за пищу, посылаемую тобой. Милостивый Господь, спаси, Павел Раб, своих милующих и питающих нас, подающих нам милостыни, заповедавших нам молиться о них, всех попивших тебе вдов, покинутых, одиноких, парализованных, избавих от всяких скольб и гнева и нужда, от всяких болезней душевной и телесной. И душам нашим полезную сотвори, Божьей милостью будем и грешеным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешен Господи, прости меня грешеным, помилуй и благослови. Так, кто у нас не успевает, когда едим? Маша, да? Значит, примите самые здесь, какие меры? Этого не должно быть. В прошлом году была Василиса, пришли. Родители привезли и сразу сказали, вот, помогите сбросить ей лишнее. Помогите. Ну, помогите. Я видел, у нас есть галактическая система. Климента Анкирского было, дети голодали, их выбрасывали, они на распутье и дорогах там умирали. А Климент Анкирский собирал детей, кормил, ну, приемная мать была богатая, София. А потом приводил к окрещению. Климент Анкирский. Я людям сказал, вот, у нас в один сухарь и стакан компота, там, кружку наливали. Кто желает? Ну, сразу, сколько было, которое, излишний вес, ну, жирность, так сказать. Это обжорство. Лишний вес – это четыре причины. Ты хочешь знать свою норму, какая? Ну, сколько у тебя рост? Метр семьдесят два. Ну, вот, сто пять килограмм откидывай. Если сто, то никак не больше, чем семьдесят два. А еще пятерку откинь, чтобы войти в норму. Вот и все. Лишнее-то тебе это никак нет. Сердце должно накачивать каждую клеточку. А там клеточек этих лишних сколько будет? Вот у нас в природе не было ни одного. А почему? Работа. Ты работаешь, это все перегорает, у тебя лишнего вообще ничего нет. Это надо за этим смотреть. А это зачем лишнее-то? Это называется обжорство. Страха нету, страха. Страха нету, и поэтому лопает и лопает. А как? Иуда говорит, без страха уточняют себя. Без страха. Выкатились от жира глаза их. Вырты от жира глаза они. Ну, потому что жир. А кто говорит? Псалмопелец давит. Мы отрицать этого никак не можем. Ян-за того, сговорителя, что в жертву привезти хотят. За чего ты лишнее набрал на себя? Поэтому у меня скамейка отдельно напротив встала, где мы обедали в лагере были. Галатийская система. И ребятишки согласились. Один, правда, прошло дня три, он сошел с дистанции. Никто не держит. Садись за стол и ешь. А другие так. День, два, три. Они втянулись в это дело и поплыло все. Но и работать надо. Четыре причины, почему человек полный. Первое. Хорошо запомнить. Не надо ничего опровергать. Это так. Это обжорство. Обжорство. Самое настоящее обжорство. Да это у меня болезнь там. Болезнь. Да эту болезнь привели коровым свиньям, чтобы не кормить, а их бы там наращивало вес. Этого не будет. Это не переработанная энергия. Она откладывается лишней жиры. Первое. Второе. Как начинаешь когда говорить, как это людям нравится. Второе. Не расторопность. Лишний раз не пропотеет. В прошлый раз батюшка говорит, с утра, как он косит плитовку. Пропотел и до вечера так под... Я не бываю сухой никогда. На работе, на государственном, это не то, что я сегодня такой. А работа. Я еще раз говорю, у меня на работе физической печи я вложил. 280-300%. То есть за трех мужиков. Так что приезжал там человек специально из Треста. Он хронометр. Сколько времени трачает. Откуда у меня так набирается. Почему так. Ну это опыт. Опыт. Вот. Многое спалье. Третья причина. Многое спалье. Днем никогда не надо спать. Никогда. Днем так как, ну, ясно дело, там приехал, устал. А так больше нет. А как? Ну а если не можешь, вот откинься так на диване или там где стул. Подложи под голову какую-то материю, чтобы не запачкать еще. И подреми 15 минут. 15. Не больше. Иначе жизнь твоя будет укорачиваться. После 60 лет ты обязан сделать отдохнуть. Мотор уже не тянет. Ну это Бог так устроил-то. И четвертая причина. Безразличие. То есть нигде не взволнуется. Ну то есть совершенно безразличие. Он плывет и плывет. Кусок сала. Я то люблю. Я то люблю. А ты себя сократи. Мало что ты любишь. Мы просим хлеб насущен. Не колбасу. Этого нет. А у нас первое, второе, третье, четвертое. А мы ели, когда у нас всегда было одно. Одно блюдо. Все. И даже нужды никакой. Чтобы там было какие-то. Крупы там все было. Все. Ну, кольбить и хорошо. Мы благодарны Богу, вам, поварам. Все это. Спаси Христос. Я говорю. Здесь не оставать. Я оглядываюсь. Двое уже не ждем. Два, вернее, ждем три. Ждем, когда один из них кончет. Все мы подтягиваем. А он не успел. Все. С чашкой ходит. Вот. Следующий он уже этого не получает. Он быстро это поймет. Вы хорошо поняли, что я говорю? Да. Щеки, чтобы у тебя ум ужались. Лично, чтобы не было. Галактическая система, ты добровольно скажешь. А я хочу, чтобы быть потоньше. Вот сюда вот отойди. Можно поставить табуретку, стул. Тебе дадут один сухарь. Один. Ну, сухая. И там, компот. Все на этом. И так? И работать косвенно. Вопросы? Нет. Ты же, какие это. Ну, у меня всякие дети-то были. Их над ними смеются. Я говорю, а тебя дразнят? Да, дразнят. А как? Зовут Боров. А другие, дикий кабан. Тебе это надо. Ну, у нас были всякие дети-то. И это то, что мы вот учили, говорили, это повлияло. Они уехали, сейчас прошли, как? Ничего нет. Тоненькие, высокие. Веселые, прозрачные. Написано такое еще есть, говорю. Толстое щриво не рождает тонкие мысли. А как толстое щриво? Вот так вот возьми кожу, согни ее. И она, чтобы не больше была 12 миллиметров. 12 миллиметров. В двойне, когда согнутая. Ну, ты увидишь, что кулаком надо зажимать. Пальцев не хватает. Этого не надо. И тебе тут помогут. Не за то, что у нас полно всего. Они ограничат. Ты сам себя ограничишь. Вы видите, мы даем все не успевать есть. В следующий раз еще наполовину урезать. Она ни второго, ни третьего. Быстро жуй. Вот так. Кто не согласен с этим? Вы помните? Фильм кто смотрел? Князь Серебряный. Смотрели? Игорь Тальков играет главную роль. Его убили. Старший, конечно, Фильм. Иван Грозный, там сколько погибает и проще. Ну, все, благодарим. Спасибо, Христос. Я вам скажу, чтобы все снять. Спасибо. Господи, у нас есть хорошие care. Иван Грозный. Христос. Спасибо. Спасибо. Когда сны stay, слов, у monumental, пусть. Увидимся. Продолжение следует...